Здравствуйте! Сегодня мы продолжим нашу экскурсию в подмосковный Наукоград-Троицк в Институт спектроскопии Российской Академии Наук. В прошлый раз главное ударение мы делали на фундаментальных работах этого института и вообще назначение спектроскопии для фундаментального знания. Сегодня речь пойдет о прикладных работах, о вещах, которые в ближайшие годы должны изменить жизнь человечества. Ну, начнем мы с лазерного обогащения изотопов. Это не будущее, это уже настоящее наших технологий. Лазерное обогащение изотопов. Звучит грозно. На ум сразу приходит обогащение урана. Это технология такая, необходимая в производстве ядерного оружия. В нашем случае изотоп вполне мирный. Не только безвредный, но и полезный. Изотопы – это атомы одного элемента. Они неразличимы химически, отличаются только весом. Разница их физико-химических свойств очень-очень мала. Они отличаются такими параметрами, как температура, коэффициент диффузии, но отличаются слабо. Поэтому, когда их нужно разделять, то для этого тратится много усилий, денег и времени. Потому что в стандартных классических метрах разделения изотопов они основаны на физико-химических свойствах. И если бы люди видели, например, завод по разделению изотопов урана методами газовой диффузии, это вот снимок есть такой американского газодиффузионного завода с высоты, например, полета Орла, то это трубы, уходящие за горизонт. Но это небольшое отличение. А вот с появлением лазеров эта ситуация здесь довольно сильно принципиально упростилась. Потому что в оптических спектрах, оптические спектры разных изотопов отличаются очень сильно. По крайней мере, по оптическим стандартам очень сильно. Это могут достигать нескольких процентов от длины волны соответствующего перехода. И поэтому, как только появились лазеры, которые обладают узким спектром, направленностью, появилась возможность селективно настраиваться на спектр поглощения, быть нужного нам изотопа, и инициировать химические реакции. Вот в начале 70-х годов в нашем институте было предложено целый ряд с участием. Многие из них предложены лично Владимиром Испановичем Летоховым, профессором, руководителем нашего отдела. Целый ряд схем лазерного разделения изотопов. В других лабораториях мира это тоже делалось, но выжили несколько. Не менее, выжили, были развиты до промышленного внедрения. Напоминаю вам, что внедрение инноваций, то есть новых технологий, это способ оживления экономики. Верный способ. Один из таких методов, который был доведен до практической реализации, это было сделано впервые в мире, и было сделано это в России, даже в трудные времена, в конце 90-х годов, был запущен опытный завод по разделению изотопов углерода. Метод, который использовался, основан на селективном возбуждении колебаний молекул. Ну, наверное, все знают, что атомы в молекулах колеблются. И вот эта частота этого колебания для разных изотопов, поскольку масса изотопов отличается, она немного отличается. Но, вот я говорю, по оптическим свойствам, это вот на несколько процентов. Для чего же нужны стабильные изотопы углерода? Надо сказать, что радиоактивные изотопы довольно раньше и сейчас широко используют в медицине, но все какие-то радиоактивные изотопы. А есть определенные проблемы с этим, в том числе психологические. А здесь речь идет о стабильном изотопе, который существует в природе, просто его содержание очень маленькое, один процент. И вот оказалось, что были разработаны ряд методов диагностики различных заболеваний человека. И в частности оказалось, что, например, один из инициаторов заболевания желудка, в том числе и рака желудка, язву желудка, является бактерия геликобактер. Ее легко оказалось, кстати, за это была получена Нобелевская премия. И вот оказалось, что если вы берете и заглатываете, употребляете, там, сколько там, район 30 миллиграмм мочевины. Карбамид. Ну да. Производители жевают на резинке, они это называют карбамидом. Да, да, да. Ну да, 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 да. На самом деле это мочевина, на самом деле. Так вот, вмещенный изотопом углерода 13, то в результате жизнедеятельности от бактерии образуется СО2-газ, который выдыхается. И поэтому вы вот проглотили ложечку препарата, и через 10 минут вы начинаете дышать. И если есть бактерия, то она усваивает, перерабатывает этот карбамид, производит СО2, и он легко определяется в вашем выдыхаемом воздухе. То есть, для того, чтобы диагностировать ваш... Именно тот, значит, СО2, в котором С13. Да, С13. Значит, этот СО2... Он просто есть, вы глотаете обогащенный, у вас и выделяется СО2. В любом случае СО2 будет влияться. Но поскольку он меченый, он получается, что этот выдыхаем СО2 обогащен. И вы видите, что на стандартном фоне у вас появляется ПИК-13. Все это тестировано, отработано. И таким образом достигается неинвазивная диагностика. Вам не нужно глотать кишку. Кто глотал эндоскоп и знает, что это такое. И быстро... Причем эта кишка покажет, только если у вас уже в желудке процесс пошел. Да, да. А здесь это ранняя диагностика. И в связи с этим, в том числе и в целом ряде стран Западной Европы, принята программа массового скрининга диагностики обследования населения, чисто профилактической. Вот, и поскольку вот такая цель была, и это уже знали, поэтому совместным усилием ряда наших институтов, это вот наши соседи по Троицке, это Тринитим, наш институт, была разработана технология, потому что это довольно большая дистанция между экспериментами в академическом институте, пробиркой, пробиркой, условно говоря, на столе, и промышленной технологией, когда используются лазеры со средней мощностью порядка киловатта. Это такие серьезные машины. Вот, используя те лазеры, которые были разработаны в Тринитим, и вот, используя вложение капитала одной из частного предприятия, это одно из дочек Газпрома, в городе Калининграде, был создан участок, промышленный участок, вот, по производству обогащенного углеродом 13, который дальше, из него синтезируются препараты, фармпрепараты. Хорошо, что у нашей истории достойный финал. Это дело было доведено до логического конца. То есть, была создана первая в мире технология, промышленная технология, лазерное разделение затопов. И внедрена у нас в России даже в те, довольно, те же были времена. За что вам можно сказать спасибо? Между прочим, государство нам сказало спасибо. Премия? Работает сверхмощный лазер. Лазер инфракрасный, поэтому луча его не видно. Предмет, попавший в точку, где сфокусированы луч, нагревается до температуры, которую в природе можно найти только в недрах звезд. В фокусе металл не плавится, он возгоняется, то есть сразу из твердого состояния переходит в газ. Но самое большое чудо – это то, что луч лазера может охлаждать до температур, близких к абсолютную нулю. Об этом наша следующая беседа. Температуру уменьшить? Что значит температуру уменьшить? Вокруг нас температура сколько в комнате? 23 градуса. На улице там, вроде, 20 градусов. И насколько же можем ее уменьшить? Для жидкого азота неинтересно, для этого есть жидкий азот. Для жидкого елия это уже интереснее, поскольку жидкий елия дорогой. А можем ли меньше уменьшить? Еще меньше, чем жидкий ели. Тогда вопрос возник, а нужно ли это вообще людям уменьшить температуру? Нужно будет. Все. В физике есть такой замечательный закон. Если вы улучшили или изменили какой-то физический параметр в 10 раз, неизбежно это найдет применение в реальной жизни. То же самое случилось с лазерным охлаждением. Это вот экспериментальная камера. В ней вакуум, который постоянно поддерживается молекулярным насосом. Насос аккуратно, молекулу за молекулой, удаляет случайно оставшийся в вакуумной камере газ. Видите окошки? Через них вводится лазерное излучение. Но как может луч лазера охлаждать атомы, находящиеся в этой камере? Но дело в том, что в процессе обмена энергии между атомом и фотоном в однократном происходит изъятие энергии от атомов ничтожное. Абсолютно ничтожное. И вот нужно, чтобы с одним единственным атомом из этого облачка, будучи холодных атомов, с единственным атомом, лазерные фотоны провозглавляли порядка сотни тысяч раз. В этом и главная проблема. Обычно атом это не любит. Вот атом провозглавлял с фотоном, и атому фотон надоел. Он раз и спрятался. Он уже не резонирует с ним. Фотон его не видит. И вот задача экспериментатора заключается в том, чтобы снова заставить атом любить лазерный свет. Атомы щелочного металла, например, цезия или рубидия, движутся по камере со скоростью медленно гуляющего пешехода, десятки сантиметров в секунду. Их температура составляет миллионные доли одного кельвина. В воздухе при комнатной температуре скорость атомов и молекул соответствует скорости авиалайнера. В камере атомы-пешеходы локализованы в области размером в один миллиметр. Их удерживает в ней магнитное поле. В зависимости от задачи туда можно собрать от нескольких атомов до нескольких миллиардов атомов. Вот таких вот холодных, сверххолодных атомов. Но как они туда попадают? Разве можно с самого начала собрать в ловушку атома, да еще при комнатной температуре? Атомы летают по этой камере. Их немного, но они летают. Но они не могут быть схвачены этой ловушкой. Вначале вы их этими лазерными лучами охлаждаете, а затем они сваливаются в эту потенциальную яму. И там остаются. А для чего же могут пригодиться такие ловушки с облачками ультрахолодных атомов? Во-первых, для так называемых атомных лицезиевых часов. Холодные атомы не взаимодействуют друг с другом, не искажают спектр друг друга, поэтому частоты их излучения стабильны и могут использоваться как стандарты частоты для заданий интервалов времени. Польза от точных часов очевидна. Второе применение несколько неожиданно. Медленно движущиеся атомы подчиняются законам волновой квантовой механики. Возникает явление взаимодействия, интерференции этих волн. Атомные интерферометры позволяют фиксировать изменение скорости атомов, возникающие в поле тяжести. Появляется возможность проводить гравитометрическую съемку местности прямо с самолета. Пролетает самолет с таким прибором на борту и фиксирует места, где сила тяжести чуть-чуть побольше. Там, возможно, в недрах тяжелые металлы. Или чуть-чуть поменьше. Там что-то легкое скрывается. Может быть, нефть, вода или газ. Полезная вещь, правда? Но это только цветочки. Вот. Атомная оптика. А вот вся техника, которая была развита на основе лазерного охлаждения, она позволила появиться новому виду оптики, так называемой атомной оптики, где вместо фотонов уже атомы. А вот у атома какая длина волны получается? Это снова зависит от того, как сильно вы охладили. Ну вот как вы охлаждаете. Если взять атом, который плавает внутри этой камеры, это примерно длина несколько меньше, чем длина лазерного света, который охлаждается. А он какой длиной охлаждается-то? Это примерно 0,7 микрона. 0,7 микрона. То есть это десятые доли микрона. Такая длина волны Дебройля. Появление атомной оптики открывает технологические возможности по созданию наноструктур. Это, если и не замена, то очень удачное дополнение к оптической литографии микросхем. Наверное, было бы неправильно побывать в институте спектроскопии и не заглянуть в лабораторию, где в исследованиях используются лазеры с уникальными параметрами. У них фемтосекундные импульсы. Фемтосекунда – это 10 в минус 15 степени секунды. Одна миллионная от одной миллиардной доли секунды. У нас лаборатория спектроскопии ультравыстрых процессов. И мы с помощью параметрических усилителей ее преобразовываем. И какие же частоты получаются? И получаем от порядка 200 нанометров до 10 микрон. 200 нанометров – это получается ультрафиолет, а 10 микрон – это средняя ИК. Средняя ИК, да. И причем мы можем перестраивать с помощью компьютера, можно плавную перестройку обеспечить в любом диапазоне. Импульс очень коротенький, и поэтому у него спектр очень широкий, да? Да, изначально имеет длительность 30 фемтосекунд и спектр порядка 30 нанометров. Лет 40 назад появились доступные гели-неоновые лазеры. Высоковольтный блок питания размером с небольшой телевизор, лазерный излучатель размером с небольшую, ну, с большую бутылку. И нам говорили ученые, представляете, они глаза горели, представляете, скоро появятся миниатюрные полупрудниковые лазеры, которые можно будет использовать в устройствах связи. И ведь появились. Представляете, если лазеры на фемтосекундных импульсах станут компактными? Миллион гигагерц – такой будет скорость передачи данных. Человечество будет просто купаться в океане информации. Есть очень большое применение фемтосекундных лазеров, только это немножко другие лазеры. У нас 800 нанометров твердотельный титант сапфировый лазер. А есть в ближнем инфракрасном диапазоне лазеры, которые как раз и разрабатываются, волоконные лазеры, для телекоммуникационных вещей. И они тоже с такими скоростями могут... Да, они также генерят такие же короткие, может быть, чуть-чуть длиннее, там в связи с физическими особенностями материалов, где генерится фемтосекунды, они имеют чуть больше длительность, но они зато компактные, они имеют размер книжки. Эти металлические корпуса содержат в себе устройство, которое должно обеспечить гигантский технологический прорыв. Это устройство изменит всю нашу повседневную жизнь. Мы пришли в лабораторию спектроскопии плазмы. Плазма – это высокоионизированное состояние вещества, скопище многозарядных ионов. Отдел атомной спектроскопии, в который входит лаборатория физики плазмы, в основном занимается расшифровкой спектров, многозарядных ионов. Вообще этим очень активно занимаются в католических монастырях, потому что эта работа длительная, достаточно нудная. В качестве спектроскопии многозарядных ионов. Да, потому что существует более 100 элементов, учитывая изотопы, и каждый элемент имеет много электронов. Отрывая по одному электрону, мы будем получать фактически новый элемент, новые оболочки, новые спектры. А про католические монастыря – это шутка или в самом деле? Ну, это почти шутка. Почти шутка, да? Потому что это работа, равная послушанию, по-хорошему говоря. Исследование спектров многозарядных ионов имеет неожиданное приложение – помощь прогрессу микроэлектронной промышленности. Положение в микроэлектронной промышленности требует фактически нового шага в процедуре литографического нанесения рисунка, потому что те источники, которые использовались до настоящего времени и позволяли уже в течение многих десятков лет, более 30 лет, каждые два года удваивать плотность запаковки микросхем на чипе, они уже исчерпали себя. Предлагается излучение многозарядных ионов использовать в литографии микросхем, то есть в нанесении на них рисунка, задающего положение элементов и связи между ними. Дело в том, что согласно законам оптики, наименьшие размеры изображения, которые можно построить, ограничиваются длиной волны излучения. Предлагается уменьшить длину волны излучения в 15 раз до 13 нанометров. Это позволит в 225 раз, 15 в квадрате, увеличить плотность записи информации. Но такое излучение нельзя преломлять линзами и отражать от обычных зеркал. Что делать? Были разработаны многослойные покрытия, где поверхность металла повторяется от слоя к слою. Эти слои разделены слоем непоглощающей среды с низким показателем преломления. Так что отраженные волны от разных слоев сфазированы и складываются. Пускай от одного слоя отражается только 1%, но от интенсивности излучения, то от 40 слоев уже будет отражаться очень много. То есть, если эти волны сложить в фазе, то это будет более 70%. И такие зеркала успешно разработаны. Это очень высокая технология, потому что шероховатость самих слоев, шероховатости подложки должны быть для того, чтобы эти зеркала были эффективны. То есть, действительно могли отражать порядка 70-80% падающего на них излучения с субнанометровой точностью и гладкостью. Что же должно служить источником такого излучения? Это ионы. Это высокозарядная плазма. И каждый излучающий ион олова должен потерять от 10 до 15 электронов. Вот если, например, в ксеноне, который вначале планировался как рабочее тело для промышленного источника ультрафиолета для 13,5 нанометров, излучает только одна кратность, это ксенон 11, 10-кратный ионизованный ион, то в олове кратность ионизации от 10 до 15 больше или меньше излучают в этом диапазоне. А поскольку максимум ионизационного равновесия проходит от 10 до 15 в широком спектре температур, то такая плазма в широком спектре температур, нагреваясь и остывая, способна излучать нужную длину волны. Как же должен быть устроен источник оловянного света со столь короткой длиной волны? Длина волны принципиально отличается от того, что используется сейчас, тем, что для нее нет прозрачных материалов. Она не распространяется через воздух. Даже через низкое давление газа она весьма условно распространяется. То есть вся эта литография должна вестись в вакууме? Да, то есть это все связанные вакуумные объемы от источника до того места, где наносится литографический рисунок. Так вот, для того, чтобы такой источник существовал, если это разрядный источник, у нас разрядный источник, надо электроды очень быстро заменять с частотой в несколько тысяч раз в секунду или рабочую поверхность электродов. Несколько килогерц. Да, несколько килогерц. Обычно 10-20 килогерц – вот та частота, на которой должен работать промышленный источник. Вот это да. И для того, чтобы заменять отработавшую часть электродов, новой, еще не работавшей, холодной, которая способна воспринимать такую нагрузку, вот одна из методик такой мультипликации источника – это сделать электроды движущимися. Ну, например, два параллельных электрода, вращающиеся по окружности. Один из них покрыт оловом, так или иначе, а другой – это электроды с твердого сплава или твердого материала, жаропрочного, который не подвержен эрозии. Олово мы исключить не можем, потому что это рабочий материал. Но олово само по себе, испаряясь, хорошо защищает поверхность. Вот на свежей поверхности электродов создается облачко оловянного пара. Оно создается при помощи достаточно маломощного лазера с энергией 50 милиджоулей, 20-50 милиджоулей. Мощный лазер, создающий облачко оловянного пара. И этот пар в достаточной степени ионизован, до первых-вторых кратностей. То есть это тоже плазма, проводящее тело, через которое начинается разряд накопительной емкости, который протекает где-нибудь за одну десятую микросекунды, за сто на секунд. Ток, проходящий через это облачко оловянного пара, нагревает его, ионизует до нужных кратностей ионизации. А параллельно силы магнитного сжатия, магнитное поле, которое существует вокруг тока, сжимают это облачко пара, превращают в очень компактный объект, который называется пинч или микропинч, где, собственно, и производится излучение, потому что поперечное сечение становится маленьким, сопротивление высоким, и вся энергия выделяется в очень малом объеме, порядка долей миллиметра. Сейчас нам покажут внутреннее устройство этого источника. Ядро источника, сердце источника, это как раз два диска, между которыми зажигается разряд. Я сейчас указываю на катодную часть, которая покрыта оловом, а анодная часть находится в центре. Вот примерно по направлению сейчас лазерного излучения, это указки лазерной, и приходит импульс инфракрасного лазера, который испаряет голову и зажигает разряд между двумя электродами. Собственно, вот в этой области и находится источник. А излучение распространяется вверх, и во все стороны, и может быть использовано. На прощание развлечем вас еще одним чудом. Смотрите, как при температуре плазмы звезд можно испарять, правильнее сказать, возгонять типографскую краску с поверхности бумаги. Это лазерная стерка. Ею, как и обычной стеркой, можно перестаравшись протереть бумагу до дыры. Бумага просто испаряется. Видите, появилась дырочка. Чудны дела науки и неисчерпаемое ее применение. До свидания, наши дорогие телезрители. Я буду без вас очень скучать.